Коррупция, детская преступность и проверка кандидатов на судимость. Вопросы обеспечения правопорядка обсудили сегодня участники координационного совета при главе республики. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Программа «Безопасный город» уже не первый год доказывает свою эффективность. Уличные камеры помогают полицейским раскрывать преступления по горячим следам. Количество угонов, краш и разбоев в республике сократилось. Совместно с нарядами полиции на охрану общественного порядка ежедневно в среднем привлекается около 30 народных дружинников. Продолжена работа по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», на который были направлены основной массив финансовых средств, выделенных местными органами власти в рамках реализации программ правоохранительной направленности. В большинстве случаев черту дозволенного переходят люди, злоупотребляющие алкоголем, и те, кто вернулся из мест, не столь отдаленных. За бывшими арестантами должен быть налажен тотальный контроль. Сейчас им помогают адаптироваться и подыскивают работу. После выхода из мест лишения свободы практически 50% граждан, которые к нам обращаются, мы стараемся трудоустраивать. В этом плане у нас заключено соглашение с Фоксином. Вопрос держится на контроле. В республике продолжают эффективно бороться и с коррупционными преступлениями. Только в прошлом году было выявлено более 300 фактов. Почти на 7% разошло число лиц, привлеченных к уголовной ответственности, совершивших коррупционные преступления. На четверть больше изобречено лиц, совершивших должностные преступления. В два раза больше выявлено фактов взятое в крупном размере. За незначительные преступления в экономической сфере предпринимателей будут карать только рублем. Поправки в закон о замене уголовного преследования бизнесменам финансовым штрафом сейчас обсуждают в правительстве страны. Изменения будут внесены в действующей законодательстве для того, чтобы экономические споры рассматривать на уровне хозяйственных споров. То есть это будет, но в первом полугодии определенные решения, наверное, будут приняты. Кто сохраняет свое доброе имя, тот и будет дальше развиваться, будет развивать свой бизнес. Предприниматели, осуществляя свою деятельность, во многих своих сферах вынуждены ставить свои подписи, принимать свои решения. И, безусловно, без ошибок не бывает. И поэтому, если есть ошибки в экономической сфере, должны быть экономические наказания, экономические штрафы, но никак не связанные с уголовным преследованием. Тогда интерес занятия предпринимательским делом возрастет, во-первых. Во-вторых, угроза попасть под преследование резко уменьшится. Участники координационного совещания обсудили и тему детской преступности. В прошлом году ее уровень увеличился. Причем нередко нарушают закон и подростки из благополучных семей. То есть это ложное понятие. Поймают, не рискну, не рискну. Они не осознают, что это фиксируется в их жизни дальше. Такие преступления должны предупреждать и учителя. Педагоги, отметил Михаил Игнатьев, обязаны сообщать родителям, поскольку их ребенок ушел из школы. Кто работает там по 12 часов и по 15 часов, они детей, наверное, только вечером или ночью видят. По всей точке зрения, здесь связь должна быть налажена. Что нужно делать? Вы подготовите свои предложения для того, чтобы вот этот информационный обмен учителей с родителями был надлежащим образом организован. По-прежнему в республике от рук взрослых страдают и дети. Причем чаще всего эти преступления совершают близкие люди. Все субъекты профилактики, это прежде всего в муниципалитетах, это и комиссии по делам несовершеннолетних, и органы опеки, и подразделения по делам несовершеннолетних, и учреждения образования, дошкольного образования, учреждения здравоохранения, вовремя должны выявлять неблагополучие в семьях и вовремя об этом ставить в известность правоохранительные органы. Отдельная тема заседания – предстоящие выборы. Необходимо, отметил Михаил Игнатьев, выявлять и пресекать любые попытки криминала пробраться во власть. Есть изменения действующими избирательными законодательствами. Те кандидаты, которые совершали какие-то преступления, правонарушения, они зарегистрированы не будут, с одной стороны. Но с другой стороны, мы должны здесь открыто, публично всю эту работу проводить. Биографии кандидатов проверяют не только правоохранители. Недавно партия «Единая Россия» запустила программу «Криминальный фильтр». Через него пройдут все желающие принять участие в выборах. Люди судимостью в избирательные бюллетени не попадут. Медель Ковалев, Рассель Мухаммедов, Республика.